Вопрос. Какое поклонение лучше совершать днём в Рамадан? Читать Коран или совершать дополнительную молитву? Ответ. Хвала Аллаху. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в месяц Рамадан чаще совершал поклонения и совершал разные виды поклонения. А ночью Джибриль обучал его Корану. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был щедрейшим из людей. Но когда Джибриль навещал его, то он становился щедрее вольного ветра, более великодушным и щедрым он становился в месяц Рамадан. В этот месяц он много раздавал милостыню, совершал благодеяния, чаще посвящал своё время чтению Корана, молитве, поминанию Аллаха и больше уединялся в мечети для поклонения. И отекав. Таков был путь посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И таково было его поклонение в этот благородный месяц. Что же касается выбора лучшего поклонения между чтением Корана и совершением дополнительной молитвы, то этот выбор будет различаться с различием положения людей. А то, что действительно лучше, знает только Всевышний Аллах, так как Он объемлет каждую вещь. Приведено по книге шейха Абдул-Азиза ибн База «Аль-Джевабу-ссахих мин ахками салатил-лейли ват-тарауих» страница 45. Иногда определенному человеку лучше совершать один вид поклонения, а для другого – другой. Это зависит от того, насколько само поклонение приближает человека к Всевышнему Аллаху. Некоторым людям лучше совершать дополнительную молитву, так как она более волнует, затрагивает их сердца и приближает их к Аллаху, чем другое поклонение. И для таких людей совершение дополнительной молитвы лучше, чем совершение другого поклонения. Аллах знает лучше. Продолжение следует...